Вы смотрите Постскриптум в студии Алексея Пушков. Продолжаем нашу программу. На минувшей неделе в немецкой газете Bild был опубликован секретный план стран-коалиции по проведению наземной операции в Ливии. Формально эта операция названа гуманитарной, но на деле речь идет о переходе стран-коалиции к наземной фазе ведения боевых действий. Тем временем НАТО внесло коррективы в свою стратегию. Теперь ракетно-бомбовым ударом подвергаются не столько военные объекты, сколько резиденции Муаммара Каддафи, коммуникационные центры, здания телевидения. Так НАТО рассчитывает подорвать способность Каддафи управлять своими войсками и оказывать воздействие на свое население. Однако заветной целью коалиции остается уничтожение самого Каддафи. Действия НАТО в Ливии вызвали резкую критику со стороны Владимира Путина. Об охоте на Каддафи и реакции российского премьера наш сегодняшний комментарий. Война в Ливии затягивается. Видимо, когда Барак Обама заявил, что Каддафи должен уйти, он посчитал, что тот с радостью выполнит его поручение. Но не тут-то было. Администрация Обамы одним ударом думала поставить Каддафи на место, пишет американский обозреватель Стив Чепмен. Им казалось, что либо он прекратит свои атаки, либо его заставят уйти от власти, либо произойдет и то, и другое. Однако ни того, ни другого не произошло. И, по-видимому, в ближайшее время не произойдет. В итоге главной целью войны НАТО в Ливии стала охота на Каддафи. А главной задачей операции, защите гражданского населения, в руководстве НАТО почти никто уже не вспоминает. Во всяком случае, Триполи бомбят так, словно там живет один Каддафи. Даже если в Бенгазии и были спасены жизни невинных людей, продолжает Стив Чепмен, такие же люди гибнут в других местах, из-за кровавого тупика, в который зашел конфликт. Добавим, что гибнут не только из-за этого, но и напрямую от ракетно-бомбовых ударов НАТО. Впрочем, насчет тупика верно сказано. В руководстве НАТО, как пишет британская газета Financial Times, несмотря на бодрые ревиации об успехах, царит нечто близкое к отчаянию. Результат действий союзных держав состоит в том, что они предоставляют достаточно военной поддержки повстанцам, чтобы предотвратить их поражение, но недостаточно для того, чтобы положить конец кровопролитию и добиться поставленных целей, пишет Financial Times. Тем временем поставленные цели определились со всей четкостью. Это смена режима в Ливии через свержение Муаммара Каддафи и предпочтительно его убийство. Никаким решением ООН эта цель, заявленная лидерами США, Франции и Великобритании, отношения не имеет. Отсюда и заявление Владимира Путина, сделанное им в Копенгагене. Ну где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи. Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Наверняка при этих ударах гибнут люди, которые там... Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека? Какой бы он ни был. И все молчат. Мы должны действовать в рамках международного права с осознанием своей ответственности, с заботой у мирных граждан. А когда все так называемое цивилизованное сообщество всей своей мощью наваливается на небольшую страну, уничтожает инфраструктуру, создаваемую поколениями. Ну не знаю. Хорошо это или нет? Мне это не нравится. Проблема, однако, в том, что международное право все последние 10 лет последовательно и целенаправленно уничтожалось. Когда весной 2003 года США и их союзники захватили Ирак, это было вопиющее нарушение международного права. Когда в 2008 году отделили Косово от Сербии, это было еще одно нарушение. Когда фактически поддержали атаку Саакашвили на Цхинвал в августе 2008-го, это было вновь и опять покушение на международное право. В результате международное право превратилось в постоянную помеху тому, что уже решили делать в Вашингтоне и Брюсселе. В связи с этим вспоминается фраза Джорджа Буша, брошенная им как-то журналистом. Международное право? Не знаю, о чем вы. Обратитесь к моему адвокату. Поражает ответ Путину со стороны министра обороны США Роберта Гейтса. НАТО, мол, не держит места нахождения Муаммара Каддафи под прицелом специально, но считает бункер ливийского лидера законной целью, как и все ливийские командные центры, которые мы находим. Собственно, на этом заявлении карьера Гейтса и закончилась. На следующий день он ушел в отставку, а заменил его во главе Министерства обороны США глава ЦРУ Леон Панеттель. Однако отставка Гейтса не означает, что он выразил лишь свое личное мнение, вовсе нет. В руководстве Соединенных Штатов всегда считают законным то, что там решили делать, даже если это совершенно незаконно. Решили отделить Косово? Законно. Решили разбомбить здание телевидения в Белграде? Тоже законно. Решили поставлять оружие ливийским повстанцам, несмотря на строгий запрет Совбеза ООН? И это законно, как объявляют Хиллари Клинтон и глава британского МИДа Уильяма Хейг. Законной, видимо, будет объявлена и готовящаяся наземная операция в Ливии, которая получит название гуманитарной. Смысл ее, как вы уже поняли, в том, чтобы еще лучше защитить гражданское население в Ливии. Ради этого готовится отправка туда военной техники, солдат, саперов, авиадиспетчеров, разведывательных подразделений. То есть одна гуманитарная операция уже идет, а скоро начнется вторая, еще более гуманитарная. Такая наземная военная операция, если она действительно начнется, превратит решение Совбеза ООН, который ее недвусмысленно запретил, в полную фикцию. Но без такой операции не видать союзникам ни головы Каддафи, ни быстрого окончания войны, ни упоительного момента славы, опирающегося на развалины того, что когда-то называлось международным правом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова